Пошел, оплатил показания электросчетчика, а в квитанции их нет. Почему? С этим вопросом к нам обратились многие благовещенцы. Если абонент произвел оплату в последних числах месяца, то в квитанции за этот месяц он свою оплату может не видеть. Это связано с тем, что банки, почтовые и кредитные учреждения информацию о произведенной оплате дают на более поздний срок, чем тот срок, когда формируется квитанция. Как именно выбор ищет подросткам работу? Объявление дает? Уточнить этот нюанс попросила Алифтина Милакова. Нет, не совсем так. Мы работаем как с соискателями, так и с работодателями. Работодатели могут подать заявочку, заполнить о имеющихся у них вакансиях. И эти вакансии мы предоставляем для соискателей. То есть они уже сами созваниваются и договариваются о собеседовании с работодателями. Куда жаловаться на работников управляйки? Огласите конкретный список организаций. С таким требованием в нашу редакцию обратился Филипп Катов. На рядового коммунальщика следует жаловаться прежде всего в саму управляющую организацию. На каждого работника есть свой начальник. А вообще все зависит от уровня претензий. Жалобы на управляйки принимают в Роспотребнадзоре, жилинспекции, администрации города и прокуратуре. Все зависит от сути вашего обращения. Сосед шумит. Что ему будет, если я вызову полицию? Заплатит ли он деньги и сколько? Наболевший вопрос задала Ирина Ливанцова. В совершении действия, которое нарушает тишину и спокойствие граждан, влечет за собой наложение административного штрафа. Для граждан этот штраф составляет от 500 до 2000 рублей. Гражданка имеет право обратиться в полицию, либо в дежурную часть, либо непосредственно к участковому. Мне нужно на похороны. Начальник отпустил, но сказал, привези мне справку. Какую еще справку и где мне ее взять, недоумевает Валентина Лазутина. Работник имеет право на отпуск без содержания, то есть без оплаты этих дней, по уважительным причинам и по семейным обстоятельствам. Законодательство не предусматривает предоставление какого-либо документа, подтверждающего именно смерть умершего родственника. Количество дней, на которые уезжает работник, может быть согласован с работодателем от 1 до 5 дней.